Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на очередном вебинаре компании Директ Медиа. Прежде чем передать слово нашему сегодняшнему ведущему Константину Николаевичу Кустюку, генеральному директору компании Директ Медиа, я, как всегда, хотел бы сделать несколько вводных, рассказать вам о наших будущих вебинарах и рассказать о том, где можно скачать материалы сегодняшнего вебинара. Как всегда, рассказы для тех, кто уже был на наших вебинарах, это будет неинтересно, но для тех небольшого количества людей, которые впервые присутствуют, все равно объясняю. Все материалы наших вебинаров являются открытыми, вы можете их скачать и использовать со ссылкой на нас, со ссылкой на авторов презентаций. Сегодня в общем доступе находятся две презентации Константина Николаевича. Вы можете их найти в окошечке ресурсы. У кого это окошко не открыто в настоящий момент, смотрим примерно вот в этом направлении. Видим ряд кнопочек вебинарной комнаты, среди которой поднятая рука, смайлик и третья в ряду слева, кнопка открывающаяся папка, желтая. Вот на нее нажимаем, и нажатие на эту кнопку позволяет открыть или закрыть окошечко ресурса. В этом окошечке вы видите ряд кнопок, ряд ссылочек, они помечены значком земного шара, и две презентации, они помечены значками дискетка. При нажатии на вот эту дискетку происходит скачивание материала к вам на компьютер. Обращаю внимание именно при нажатии на дискетку, а не на название файла. Со скачиванием все. Хотел бы обратить ваше внимание, что с сегодняшнего дня у нас доступно расписание вебинаров. Пока правда эта бета-версия располагается по непостоянному адресу, но тем не менее уже вполне функционально. В начале чата я дал ссылочку. Посмотрите, пожалуйста, теперь вы можете записаться на любой будущий вебинар нашего текущего полугодия прямо сейчас. Вебинары, конечно, могут на полгода планировать достаточно сложно, они могут переноситься, названия слегка будут меняться, но тем не менее вот этот вот костяк нашего расписания, он сохранится и обязательно будет выдержан. Вот, так что можете познакомиться со всем расписанием, оно достаточно интересно на этот, на это полугодие и приглашаю вас на все будущие вебинары. В частности, приглашаю вас на наш следующий вебинар. Это вебинар, сейчас я его назову, вебинар будет называться «Интеграция ЭБС и сервис проверки на плагиат». Вот его название и тут же дам ссылочку на то, чтобы зарегистрироваться. Так, и сейчас дам ссылку, одну минутку. И вот ссылочка на него. Это вебинар, в котором будут принимать участие с нашей стороны Константин Николаевич Костюк и со стороны антиплагиата Юрий Чехович, руководитель компании, тоже обещает быть интересным. Вебинар, то что приходите на него тоже. Значит, у нас наши вебинары, вот начиная с прошлого вебинара, мы можем вам обещать следующий момент. Значит, все присутствующие на вебинаре, для этого надо обязательно присутствовать на вебинаре, а не только зарегистрироваться. Им будет выслан бесплатный электронный сертификат именной на их имя с подписью и печатью. Его можно распечатать, повесить над собой, если есть желание такое. Единственное, я хочу сказать, для того, чтобы сертификат получился нормальным, нужно, чтобы вы зарегистрировались под нормальным своим фамилией, именем и отчеством, вот так, как он у вас в паспорте, без пробелов, без лишних знаков, без сокращений и так далее. Вот тогда будет у вас нормальный сертификат, а иначе на сертификат попадет все именно в том виде, на русском языке, разумеется, а иначе все попадет на сертификат в том виде, в котором вы зарегистрировались. Коллеги, ну вот и все мои вводные слова. Я передаю слово для ведения вебинара Константину Николаевичу Кустяку с тем, чтобы он провел наш этот вебинар под названием «Инновации в образовательном процессе с помощью электронно-библиотечных систем». Константин Николаевич, жду вас на связи. А я прощаюсь с вами. До свидания, буду в чате помогать, если будет необходимо. Спасибо, до свидания. Добрый день, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать и благодарю всех гостей нашего учебно-методического центра. Ну, как вы могли заметить, библиошкола, ЭБС для школы, это наш новый проект. Мы проводим сейчас довольно много мероприятий, в которых знакомим с разными аспектами. Прежде всего, для аудитории школьных библиотек, школьных преподавателей, знакомить с разными аспектами вообще этой сущности электронно-библиотечной системы. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы – это понятия для школы новые, но довольно становятся популярным и актуальным. И, собственно, эта вещь сама по себе уже такая стабильная, существует много лет, особенно на вузовском рынке. Вот, собственно, мы будем вас постепенно знакомить с разными аспектами. Сегодня наш вебинар мы посвящаем такой общей теме, как инновации, вообще для чего электронные библиотечные системы созданы, что это такое, и как их можно ввести в образовательный процесс школы, какие инновации это принесет. Ну, в общем, это о базовых возможностях и функциях электронно-библиотечных систем. И главный ответ на вопрос – что такое электронно-библиотечные системы? Кратенькая история. ЭБС – это, в общем-то, по сути, образовательные электронные библиотеки, и начали свое существование они уже более 7, ну а практически 10 лет назад, и прежде всего на вузовском рынке. Наверняка среди наших слушателей есть и вузы, и у многих вузов сейчас в составе и гимназии, и различные СПО. В этом случае, конечно, легче понять, о чем идет речь. В 2010 году был выпущен Миноборонауки приказ о том, что каждый вуз должен иметь доступ к подобной электронно-библиотечной системе. Это вызвало стремительный рост таких учебных электронных библиотек. И уже вот к нашему времени практически 70% всей выпускаемой для вузов литературы, оно так или иначе доступно в электронном виде, и практически каждый вуз имеет доступ или вот к внешней ЭБС коммерческой, типа к нашу университетскую библиотеку онлайн, или создают собственную ЭБС. Если говорить так высоким слогом, значит электронно-библиотечная система, это созданная на высоком уровне профессиональной электронной библиотеки, учебной литературы, обладающая современными сервисами чтения и массивами электронных книг по рецензионным договорам с правообладателями. То есть это прежде всего легальные электронные библиотеки с актуальным учебным контентом. Вот так выглядит сегодня география нашей электронно-библиотечной системы. Как вы видите, здесь более 50% вузов подключены к нашей системе. И на нашей системе, вот университетской библиотеки онлайн, присутствует более 400 издачных и правообладателей. Кроме вузов, доступ к ней мы предоставляем и СПО. И тем не менее, среднепрофессиональное образование, разумеется, сильно отличается от школьного, поэтому мы для школы создали электронно-библиотечную систему, совершенно самостоятельно отвечающие ее задачам. Ну а для вас это понятие, наверное, в первую очередь связывается с другим понятием информационно-образовательной среды. Оно более распространено, входит в закон образования, об этом больше говорят. Но надо понимать, что ЭБС, по сути дела, ключевой элемент информационно-образовательной среды школы. И объясню, почему. Ну, когда мы говорим о информационно-образовательной среде, мы имеем в виду не программу какую-то, а целый комплекс различных цифровых технологий. И, конечно, если зададимся вопросом, а что для школы было бы самое важное, там, дневник электронный, или, там, систему управления, ну, на мой взгляд, все-таки самое важное для школы, это всегда книга, учебник, как основной носитель знаний. Никакой дневник таким носителем знаний не является. И вот поэтому я имею смелость утверждать, что ЭБС должна быть основным элементом информационно-образовательной среды. А вот если мы сегодня посмотрим, как формируется наша цифровая среда в школах, вот мне кажется, здесь возникает такая диспропорция. Многие цифровые проекты, которые вводятся в школу, они, по сути дела, заменяют учебный процесс. Ну, например, вот российская электронная платформа школа, я ошибся, РЭШ, она называется, российская электронная школа, которая сейчас выводится на рынок, она представляет комплекс онлайн-курсов. Тоже правильный, хороший формат, но это все-таки действительно замена уже существующих уроков, там, учебного процесса, в то время как ЭБС, оно не заменяет никак общение учителя и ученика, оно не дает, вот уже непосредственный процесс обучения, курс, да, урок, а просто дополняет это общение интерактивным контентом электронной книги. Ну, и хотел бы обратить внимание, мы это всегда активно обсуждаем, о неком споре между бумажной и электронной книгой, существует еще большое такое противостояние, когда в образовательный процесс старается не пустить электронную книгу, аргументируя так, что вот все-таки основная книга должна быть бумажной, не надо портить зрение и так далее. Вот, но мы придерживаемся другой позиции и кажется, что время уже доказало ее состоятельность, то, что книга едина, где бы ее не читали. и в таких условиях, когда вот все практически имеет электронный вид, и книга должна иметь такой же, чтобы мы не упустили ее, не упустили наших детей. Вот я здесь привел такой факт про американского ребенка, но наш, наверное, такой же средний, является в возрасте от 8 до 10 лет, это ранний возраст, смотрит на экран ребенок в среднем 8 часов в день. То есть с экраном он уже общается больше, чем там с родителями. И разумеется, если через этот канал общения мы не будем предоставлять ему правильный контент, знания, книгу, то мы просто можем потерять и книгу, и ребенка. Вот, собственно, этим мы в нашей миссии руководствуемся. В общем, страницы книги такой же экран на самом деле. И пусть, если вот уж такая формируется медийная среда, пусть и на экране тоже будет книга, никто ей не запретит. Вот, поэтому нельзя бороться, вот, борясь между удовольствием и знанием, отнимать у ребенка книги на экране, а наоборот надо приучать, чтобы на экране была именно книга, именно то, что мы хотим там видеть. Вот такие вот проекты мы уже разработали для школы, библиошколы, ЭБС, библиошколы, то, что я сегодня вам вкратце продемонстрирую. У нас еще есть для школы интересные продукты, это арт-портал, вы тоже можете с этим ознакомиться, энциклопедия, энциклопедия, пару слов о них я скажу в самом конце. вот и так сразу как бы наша повестка инновационные сервисы, которые будут доступны с помощью библиошколы. Значит, в первую очередь это позволит иметь школе богатую литературную книжную коллекцию за очень недорогую получение и так что это не в в в в в в в в Продолжение следует... 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 Это их рынок, они сами создают свои платформы, там ценовые совершенно другие критерии. У нас формируется коллекция дополнительной литературы для самообразования, для самостоятельных занятий, для помощи на уроки. Это позволяет собрать действительно много разных книг и по совершенно другим ценовым критериям, как вы сумеете убедиться. Здесь есть методическая литература, различные издания по педагогике и психологии, крестоматия по литературе, различные материалы для подготовки к экзаменам, ЕГЭ, литература для внеклассного чтения, справочная, энциклопедическая литература, организация досуга и так далее. В коллекцию включены и аудиокниги, причем вот только с 1 января мы включили в общую систему подписки аудиокниги. Раньше они у нас предлагались по отдельной цене, вот это в виде некой акции. Практически 3000 аудиокниг, причем соответствующие школьной программе. Там есть детская литература, сказки для детей, по истории аудиокнижки. Это интерактивный контент, который может быть интересен учителям и школьникам. Есть у нас на платформе и переводника, это журналы для детей, журналы по педагогике, образованию для преподавателей. Небольшая такая коллекция актуальной периодической литературы. Главное, что эти журналы входят в коллекцию бесплатно, есть архивы. В общем, это отдельный интересный элемент. Ну и мультимедиа, о которых я сказал. Мультимедийные материалы из всех ЭБС, которые представлены у нас на рынке, практически мы единственные, кто работает с интерактивным контентом. У нас, конечно, очень много для вузов, здесь только сегмент, который будет интересен и школе. Ну, это аудиокниги, как я сказал, цифровые карты, тренажеры. О них я еще вкратце расскажу. Теперь некоторые особенно интересные для вас проекты представлю. Сейчас самая актуальная обсуждаемая тема. Это перечень книг Минобранауки. Еще он там именуется иногда как список книги Путина. То есть книги, которые обязательно должны быть в школьной программе по литературе. Вот это более 500 книг. И у нас они представлены. Больше их части. Не все, потому что там по авторским правам есть ограничения. Не все, но три четверти этой коллекции представлены на нашем портале. Эта хрестоматия разбита на возрастные ступени. Там есть и блок гражданско-нравственной, и патриотической литературы. И этот вот блок хрестоматию мы будем в дальнейшем обогащать. Помимо вот того блока, который чисто состоит из списка Минобрана, наша хрестоматия шире. Она вообще по замыслу включает всю литературу из популярных учебных курсов. И это уже где-то в два раза больше произведений. Около тысячи произведений. Эти книги удобно и читать, и работать с ними. В дальнейшем мы планируем включить обогащение иллюстративными и мультимедийными материалами. Можно будет посмотреть фильмографию, например, по книгам. Различные иллюстративные материалы, портреты и так далее. Ну и самое главное, полная издательско-юридическая подготовка корпуса этого текста. То есть это качественная литература. И те, кто имел уже дело с этим блоком литературы, вообще она очень дорогая. И то, как мы предоставляем в виде нашей подписки на платформе, это очень экономичный по сравнению с другими вариантами путь. Есть у нас и другие интересные специальные проекты. По литературе их больше всего. И, например, библиотека русской класси. Это наша гордость нашего издательства. Мы создаем постепенно эту библиотеку уже больше 15 лет. И она состоит из собраний сочинений. Практически полного собрания сочинений. Цель наша – это все великие русские писатели, философы. Сейчас сделано пока около трети. Кроме самих произведений, там можно найти мемуары, критику, отзывы современников. То есть все, что можно использовать для углубленного знакомства с литературным творчеством наших классиков. Думаю, вас всех заинтересует и особый формат нашей работы – это тематические книжные коллекции. По разным историческим и предметным задачам мы составляем компендиумы. То есть самые ценные книги. И с ними можно познакомиться. Вот здесь вы видите самые разные такие подборки. И там про династии царские, и по российской дипломатии. Свод русской летописи, великие музеи, юношеские библиотека, библиотека приключений, фантастики. У нас популярная такая досуговая литература для детей тоже представлена. В общем, с ними можно познакомиться на сайте. Ну и, конечно, отдельный блок таких коллекций – это для школы и для учебного процесса. У нас есть несколько коллекций классиков науки, полезных для различных рефератов и углубленного знакомства. Популярная математика, физика, биология, различные головоломки, конструкторы, тесты. Все это легко найти. Особый формат тоже, помимо полных текстов, то есть книг, у нас есть, сейчас готовится отдельный сервис справочный, так скажем, информационно-справочный, великие ученые и писатели. Когда о каждом из классиков можно узнать адекватную, компактную информацию и сразу там представлены все их издания. Переходим к интерактивному материалу. Вот на сегодня у нас несколько сервисов введены в действие. Например, цифровые карты. Я думаю, это очень интересный будет материал для преподавателей в школе. Здесь представлено около 6 тысяч карт на различные тематики. Это и... У меня есть каталог, да, вот... Так, например, выглядят карты. Это географические, исторические, контурные, демографические. То есть, вот не банальные такие, вот территориальные, да, а именно учебные карты, которые обобщают различные образовательные и научные аспекты. Атласы старинные и так далее. Это интересный контент. Так, теперь это первая часть мы прошли по нашему контенту. Загружаю второй. Ну, а сейчас я кратенько пойду по интерактивным возможностям нашей библиотеки. Ну, во-первых, личный кабинет школьника, у преподавателя свой личный кабинет, у библиотеки свой личный кабинет. Ну, сегодня я на пользовательских функциях останавливаюсь. Прежде всего, что можно найти у школьника. Ну, у школьника самый простой спектр функций. Главный из них, кроме профиля, это моя библиотека. То есть, школьник видит все книги, которые он открывал. То есть, сразу может обратиться к последней читаемой книге. Ну, а может разместить ее в постоянное пользование. И всегда иметь доступ к любимым книгам. Ну, а вот мы подошли и к проектной работе. То есть, к возможности активного использования наших материалов не только в рампах чтения. Значит, то, что здесь мы предлагаем. Ну, это, так скажем, формат письменной работы в первую очередь. Если проект создается в виде письменной работы, или в виде презентации, или в виде какого-то текста, сохраняемого в формате PDF, это все можно загрузить в своем личном кабинете, описать полноценно, проверить даже на плагиат на заимствование, и дать доступ всем остальным пользователям. Разные возможности предоставляются школьнику, учителю. Для школьника это всегда будет просто проектная работа. А вот учитель может гораздо шире. Он может и учебные материалы какие-то, самые различные, вывешивать и давать доступ своим ученикам. Вот, эти проектные работы потом отражаются в портфолио школьника. И портфолио можно формировать и на основе ЭБС. Вот, ну вот, сейчас пока у нас весь функционал в доработке. Вот, я показываю, как это выглядит сегодня для студентов. Вот, мы не просто вывешиваем любую работу, как она есть, а сами смотрим на нее. Если необходимо, даже можем сделать обложку для такой работы. То есть, это уже такой продукт, которым школьник может полноценно гордиться. Все данные он сам заполняет о своей работе. И получает такой функционал, как оценка. В каждую работу можно оценить, поставить различную оценку. И видеть обратный отзыв. Так, а это особый сервис, который сегодня только готовится, но очень инновационный. На наш взгляд, сервис оценки уровней сложности текста. Мы сейчас, работая с бумажными книгами, часто делаем это вслепую. Даем книжку и рассчитываем, что все получится на ней. Цифровые технологии позволяют нас проникнуть немножко внутрь процесса чтения. Во-первых, мы можем рубрицировать тексты по сложности технологические и видеть, где сложность текста слишком велика для возрастной категории или для этого ученика. И как-то этим манипулировать. Мы также можем, благодаря этому сервису, оценить уровень читательской квалификации. Понимает ли ученик этот текст, или он слишком для него сложный. В общем, проверять качество усвоения текста. И выстраивая вот такие оценки в более длительные перспективы, мы создаем оценки прогресса читательских компетенций. То есть, учитель может видеть, получается у ученика, идет он вверх, нарабатывает это все, или буксует на одном месте. Вот, наконец, на основе вот этого сервиса мы сможем создавать рекомендации книг и текстов, которые наиболее соответствуют интересам школьников, которые наиболее популярны. В общем, давать в помощь учителю уже такие проверенные тексты. Вот, это довольно, как вы видите, сложный комплекс. Мы его назвали предварительно Нестор. Он основывается на таких глубоких статистических, аналитических, педагогических разработках. Но я думаю, что это будет очень такое интересное обогащение для просто электронной библиотеки. В общем, надеюсь, что мы его презентовать будем уже в довольно скором времени, летом, осенью этого года. А пока вы можете оценить саму задумку и, может быть, что-то порекомендовать. Вкратце я прошелся по электронной библиотечной системе. Но, как я вам сказал, она не должна рассматриваться в одиночку. Есть еще ряд интересных ресурсов у нас, которые можно использовать в учебном процессе. И, прежде всего, интересен вам должен быть арт-портал «Мировая художественная культура». Это специальный ресурс, созданный для поддержки уроков МХК. И они знакомят о художественной культуре, представляют около 60 тысяч репродукций, дают необходимую образовательную информацию о художниках, о стилях, о странах, видах искусств. В общем, дают возможность преподавателю и разнообразно показать культуру, и в то же время опираться на надежную информацию. Потому что каждая иллюстрация, которую мы создавали, она аннотирована, точно подписана, где находится, что это такое. В общем, это не ресурс свободного интернета, где непроверенная информация, а это именно такая издательская образовательная платформа, где вся информация точно проверена. Вот, и в частности, здесь есть такие интересные форматы, как «Артотека». Это цифровые альбомы, подобранные по отдельным темам. Вот, например, вы видите интерактивные карты, посвященные картине Иванова «Явление Христа народу», где мультимедийно показывается, анализируется искусствоведом. Каждый элемент картины, вы знаете, насколько она сложная, писалась 20 лет, да, и можно вот с учениками пройтись, в общем, очень обогащающий формат. Вот, или, например, альбом «Дворцы и замки Европы». Можно ознакомиться вот с галереей выдающихся архитектурных строений. Вот, или вот «Мамонтовский художественный кружок». Можно познакомиться с творчеством этого кружка. В общем, такие цифровые альбомы, доступные на экране. Все очень комфортно и удобно для урока. Вот, и еще интересный формат, сайт «Наш энциклопедиум», также доступен из библиошколы. Включается более 500 энциклопедий справочных пособий, и большая их часть предназначена для детей. Как вы видите, это вот именно такие детские издания, PDF, очень красивые, и практически это единственный ресурс, где вот не просто справочная данная информация, да, как простой онлайн-справочник, а где действительно вот сохраняется верст, можно посмотреть очень много авторских справочных и словарей на сайте энциклопедии. А теперь хотел бы уделить внимание тому, как технически организован и доступ, и пользование нашим сайтом. Ну, практически я показывал вам именно использование сайта, да, ну, понятно, что более даже, наверное, интересно для школьников, как можно работать на мобильных устройствах, на гаджетах, которыми пользуются наши школьники. Значит, любую книгу можно, используя, загрузить в свой гаджет. Вот, правда, пока это вот приложение у нас в финальной стадии будет доступно буквально через пару недель. и книгу можно будет загрузить оффлайн и уже пользоваться независимо от доступа в интернет, на планшеты, на смартфоны и так далее. Вот, а здесь, на этом слайде еще важная информация, как подключаться. Вот, это, правда, информация касается тех, кто уже приобрел полноценный доступ, потому что для тестового доступа, если вы пользуетесь им сейчас, там более простая система, мы даем коды, логины, пароли, и для всей школы один логин, пароль. Вот, когда же происходит переход на полноценное подключение, это открывает очень много возможностей, в том числе, вот, личный кабинет, о котором я рассказывал, возможности регистрации и так далее. И это происходит тоже очень просто, в два шага. у вас будет от школы, ну, или вы, как представитель школы, имеете единый код, да и раздаете его преподавателям, школьникам, всем, кто к вам относится. Вот, дальше учитель или ученик заполняет, уже войдя через этот код, свои личные данные, определяет, кто он ученик или учитель, и получает уже полноценный доступ. И вот из этого полноценного доступа будет открыт доступ и из школы, и из дома, можно будет пользоваться и компьютерами, и гаджетами. И, что немаловажно, не только школьники могут читать книги, да, но и для родителей много литературы. А библиотека школы может видеть статистику использования. Но этому у нас будут посвящены отдельные вебинары. Ну и, собственно, я уже заканчиваю, буквально пробегусь тому, кто может пользоваться нашей библиошколой, кому она будет интересна, потому что она универсальна. И контент, вот такой дополнительный, он для всех категорий, соприкасающийся с нашей современной школой. Ну, во-первых, для школьника, как я вам уже показал, дополнительная литература, хрестоматия по программам, книги на досуге, материалы для разработки проектов, для подготовки к экзаменам. Преподаватель найдет свой блок, совершенно самостоятельный, методическую литературу, дополнительную литературу, научную литературу, для повышения квалификации. Для него это отдельно. Связь с педагогическими вузами нашей очень тесная, здесь пригодится. Но администрация получит свои плюсы. Информационно-образовательность в виду, возможность следить за статистикой, за активностью, мультимедийный контент, вот эти инновационные сервисы, ну и быть впереди в инновационном движении вперед, впереди всех остальных. Ну а родители, как я сказал, получают свой доступ, свои плюсы, могут видеть, что читают у детей, сколько читают, ну и для себя тоже получат немаловажный, интересный контент по воспитанию детей. Вот, в заключении я вот здесь показал слайд, насколько выгодны цифровые подписные форматы по сравнению с работой с традиционным бумажным форматом. Да, если у нас сегодня печатная книга очень быстро и сильно растет, и средняя цена книги достигает уже там и до тысячи даже рублей, не редкость, то все-таки электронная книга, она все дешевеет и дешевеет. И вот доступ ко всей нашей библиотеке для школы, он сегодня просто уникален. Это 20 тысяч рублей, ну считайте по стоимости там где-то 30 книг. Доступ 15 тысяч. Это пока акционная цена, сюда вот, как я сказал, входят даже аудиокниги. Вот, ну я надеюсь, что вы все оцените и нашу работу, и доступность вот такого предложения для любой школы государственной, частной, продвинутой или самой обычной. Ну что ж, вот я уложился в 45 минут, рассказал об основных возможностях, надеюсь, что вам они будут интересны, ну и готов ответить на вопросы, которые, наверное, возникли. Открываю эту страничку. Так, уточните, Попова, Галина Геннадьевна, зарегистрировали. Так, ну это вопрос от организации. Так, какова современная, ежедневно допустимая норма сидения за монитором? Ну, вопрос такой, такой, медицинский, интересный. Я вам, честно скажу, все время следил за этим вопросом. Существует очень много исследований, наверное, вам попадались на глаза, которые анализируют монитор, и вредность, и полезность. Ну, по своему опыту, просто, как бы, скажу обобщенно, существует множество исследований за, и множество исследований против. Те, которые за, очень часто фиксируют, что использование экрана интерактивного формата, оно очень сильно мотивирует детей, оно улучшает восприимчивость его, и в целом, конечно, не случайно, что, вот скажем, онлайн-игры, они просто поглотили наших детей, и, конечно, вызывают озабоченность. Но исследования, которые против, они, конечно, перевешивают там в разы, я бы сказал, позитивные исследования, но, в общем, это, как мне кажется, во многом связано или вот с неким переизбытком, когда, действительно, дети уже и спят со своими айфонами, и иной раз приобретают болезненные формы, и, конечно, взрослые защищаются от этой опасности и правильно делают. Необходимо ограничение, необходим контроль, вот так вот просто забросить, отдать детей в руки гаджетов совершенно неправильно, вот, поэтому постепенно, как мне кажется, складывается такой грамотный, необходимый подход, когда дошкольным детям там нельзя, допустим, больше 20 минут находиться вот с экраном светящимся, более старшим школьником можно в течение часа, но обязательно делать перерыв. Я скажу, вот, точно фактор, который абсолютно неоспорим, касающийся пенсионеров, в первую очередь, людей старшего возраста, вот они все сделали выбор в пользу электронного экрана, если вы поговорите, очень много вот тех, кто с плохим зрением ратует за электронную книгу, потому что в ней можно увеличить шрифт, можно адаптировать именно под свое, под свой уровень чтения, и это, я считаю, самый главный залог здоровья зрения, того, что экран в этом плане даже меньше опасность представляет, чем бумажная книга, которую никак не адаптируешь, ну, собственно, очки возникли от бумажной книги, а не от экрана, вот, так что везде нужна мера и здоровья, ну, что ж, если нет больше вопросов, надеюсь, что вам эта информация была полезна, она пока была такой общей, следующие наши вебинары, они будут во многом уже таким более индивидуальным аспектом, но прежде всего аспектом работы библиотеки, как следить за статистикой, как продвигать в школе, как организовать доступ для этих, ну, к этим ресурсам для детей и преподавателей, вот, у нас будут семинары посвящены отдельным фрагментам контента, какие издательства, какие книги интересные у нас присутствуют, вот, ну, и сами задавайте вопросы, заявки, как вы видите, мы стараемся именно отталкиваться от вашего интереса и спроса, и будем рады видеть вас на следующих наших вебинарах. Благодарю за внимание всем, всех, всего вам доброго, до свидания. До свидания.